Девушки отдыхают Когда он приходил к вам Валкан, расскажешь нам, как вы познакомились? Чагла, хватит! Ослы Не девушка Валкана Она моя девушка Бурак, как такое возможно? Скажи, что это неправда Это не может быть правдой Это самая настоящая правда, мама Мы вместе И мы любим друг друга Бурак, сейчас не время и не место говорить об этом Ты не имеешь права так выступать в такой день Я бы тоже не хотел, чтобы так получилось, папа Но Чагла Настолько переполнена ненавистью Что даже в такой счастливый день для матери Она поступила так Тебе тут делать нечего Немедленно уходи отсюда И оставь моего сына в покое Сильда, прошу, будь спокойнее Сейчас придут гости Не будем позориться, прошу тебя Не волнуйся, мама Мы уходим Бурак, куда вы? Бурак! Бурак! Нихат, ничего не будешь делать? А что мне сделать? Скоро все начнется Умоляю, будь спокойнее Прошу тебя Как ты можешь быть спокоен? Не могу поверить Как ты спокоен? Я не спокоен Просто я пытаюсь оставаться хладнокровным Не хочу портить такой важный день для моего брата Вот и все Уже гости идут Умоляю, идем Прошу, давай Давай, пойдем, пойдем Нихат Нихат Серьезно Брат, что все это значит? Ослы и Бурак? Как такое возможно? Да, потом поговорим, хорошо? Вокруг меня нет ни одного человека Который был бы честен со мной Но когда речь заходит о вас Вы самые честные Эда, не тяни Потом поговорим Бурак, что ты натворил? Я не сдержался, ослы Я не сдержался Хватит уже, довольно Мы даже запоздали с этим признанием Что сейчас будет? Что вы натворили? Гонжа не знаю Мама ни о чем не знает Мы с ней поговорим Расскажем ей обо всем Они все поймут Этого не избежать, хорошо? Ослы, Бурак прав Рано или поздно Мама бы все узнала Ослы, доверься мне Мы пройдем через все эти испытания Хорошо? Мама меня убьет Ослы, давай я пойду с тобой И буду рядом Нам нужно решить это вдвоем, Гонжа Если хочешь, мы тебя довезем до дома Нет, что вы Я сама поеду Идите поговорите как можно скорее Просто не оставляйте меня без вести Я очень волнуюсь Бурак Бей Что случилось? Еще одна хитрость Чеглы, брат Халиль Нам только что пришлось рассказать О наших отношениях А сейчас мы идем домой Чтобы поговорить с Эмельханум Ваша мама ни на секунду Не позволит ни Ослы, ни Эмельханум Оставаться в вашем доме Что вы будете делать, Ослы? Не знаю, брат Халиль Мы все уладим Хорошо, Бурак Бей Слушаю, Халиль Щукран, произошло кое-что ужасное Бурак Бей рассказал своей семье о Ослы Что? Я не могу поверить Они сейчас едут домой Чтобы поговорить с Эмельханум Щукран, останься с Эмельханум Ей будет нужна твоя поддержка Хорошо, Халиль Хорошо, не волнуйся Это так ужасно Ах, Ослы Ах, Ослы А? Шукран? Разве ты не собиралась уходить? Передумала Подумала, лучше бы нам немного поговорить с тобой Приготовить тебе кофе? Давай Ты уверена, что все в порядке? Да Да, все в порядке Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 А вы будете тому свидетелями? Да Объявляю вас мужем и женой Всю жизнь будьте счастливы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Поздравляю вас! Спасибо Поздравляю вас! Поздравляю вас! Возьмите! Поздравляю вас! Спасибо большое! Большое спасибо! Спасибо! Дорогая! Я буду рядом! Я буду рядом! Что бы ни случилось! Я никогда тебя не оставлю! Вместе мы преодолеем любые препятствия! Мы будем очень счастливы! Поверь в нас! Я тебя люблю! Я тебя тоже очень сильно люблю! Я знаю! Это очень сложно! Но больше мы не можем этого избегать! Я знаю! Тогда давай! Ты готова? Готова! Готова! Дорогая моя! Желаю вам счастья! Большое спасибо! Всегда все в порядке? Ой! У меня ужасно болит голова! Ну ничего серьезного! Поздравляю! Спасибо! Желаю счастья! Дорогой! Спасибо большое! Поздравляю! Да! Папа! Поздравляю! Спасибо! А где Бурак? Где-то здесь! Подойдет попозже! Я corre! Поздравляю! Спасибо! Поздравляю! Спасибо тебе, что ты рядом! Я люблю тебя. И я люблю тебя, папа. Поздравляю, мамочка. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Поздравляем. Мои поздравления. Поздравляю. Спасибо большое. Ах, ты пришла, милая. Мама, мне надо тебе кое-что сказать. Нихад, я больше не могу терпеть, мне нехорошо. Сельда, мы считаемся хозяевами мероприятия. Мы не можем оставить Синан и Эльчин так. Сегодня их самый счастливый день. Прошу тебя. Ты прав. Ну что я могу поделать? Я уже схожу с ума. Еще немного потерпи, дорогая. Немного потерпи. Пожалуйста. Чегла, что-то случилось? Бурака нигде нет. Сельда не в себе. Нет, мама. Что могло случиться? Бурак просто не желает дышать со мной одним воздухом. А тетя Сельда, наверное, из-за этого расстроилась. А так, никаких проблем. Мне так не кажется. А, мой друг пришел, мамочка. Пойду к нему. Ты многое упустил. Что случилось? Бурак признался в любви при всех? Это было в твоих планах? Нет, не было. А что случилось? Рассказывай. Прошу прощения, что я скрывала это от тебя. Это было вне моей власти. Сколько бы я ни пыталась держаться подальше, у меня не получилось. Прошу тебя. Мы уже некоторое время вместе. Эмель Ханун. Я действительно очень люблю вашу дочь. Просим прощения, что до сих пор скрывали это от вас. Извините. Буракбей, позвольте нам немного поговорить. Я не ожидал такого смелого поступка от него. Да, Гони. Твои планы не сработали. Наоборот, все стало еще хуже. Если Бурак осмелится на такое, значит он не расстанется с Ослы. Он сейчас так поступил из-за злобы на вулкан. Он слишком взвинчен. Но хорошо, теперь им надо побороться со многими. Ты не волнуйся, когда их выставят за дверь, Ослы придет в себя. Насчет этого-то я и рада. Но у нас больше не осталось козырей, чтобы угрожать им. Не будь наивной, Чагла. То, что козырей не осталось, это не значит, что мы перестанем их мучить. Мама, скажи что-нибудь, прошу. Ослы. 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 Зная, что Это меня огорчит, ты впервые в жизни подвела меня. Эти люди открыли нам свои двери, предоставили тебе грант на обучение. Ты так благодаришь их за это?! Как я буду им смотреть в глаза, когда они узнают об этом? Или же они уже знают? И они знают? Я их обеих выгоню, как только доедем домой. Как им не стыдно! Как им не стыдно! Я тебе говорила, Нехан. А ты еще предоставила их грант на обучение, и теперь они учатся вместе. Сильда, хватит. Но мы эту Эмель недооценили. При чем тут Эмель Ханома? Ради бога. Как будто она не знает, с кем и что делает ее дочь. Ладно, ты права. Ты права. Но ведь Бурак тоже виноват. Разве нет? Возможно, девушка немного сблизилась, но наш мог держаться от нее подальше. Сильда, да хватит уже. Мы и так на стрессе. Давай не будем говорить. Когда мы доедем, я поговорю с Эмель Ханом. Сниму для них квартиру, и они уедут. Мы что, им еще помогать будем? А что, их на улице оставлять? Я устрою ее на работу и найду квартиру. И ты не будешь их видеть. А с Бураком я поговорю. Нехан, он не может быть с этой девушкой вместе. Не должен быть. Мы должны им помешать. Хорошо, Сильда. Мы помешаем. Хорошо. Я все понял. Помешаем. Поэтому ты мне рассказываешь, да? Чтобы я не услышала это от них? Эмель, Эмель, успокойся. Как мне успокоиться, Шукран? Ты посмотри на произошедшее. Или ты тоже об этом знала? Я... Я совсем недавно об этом узнала, Эмель. Почему ты мне не сказала, Шукран? Ах, ты пыталась сказать. Да. Да, но мы боялись твоей реакции. Ладно, ты не думала обо мне. Но ты не подумала и о Шукран, которая была ответственна за тебя. А если ее уволят из-за нас? Мы не оправдали доверие людей. Позор, позор! Мы не можем здесь оставаться. Мы не можем здесь оставаться. Я так понимаю, вы узнали о том, что сделала ваша дочь. У вас действительно умная дочь. Она смогла осознать моего сына. Сильда, Ханум, прошу вас, следите за словами. Моя дочь такого не сделает. Сильда. Эмель, Ханум, явно не знала об этом. Это ведь видно. Да. Я только что узнала. Прошу у вас прощения. Мы сейчас же уйдем. Не нужно, Эмель, Ханум. Вы можете оставаться тут, пока не найдете новую работу и дом. Не хат. Я не желаю, чтобы эти охотники за деньгами оставались в моем доме ни на минуту. Мама, следи за словами. Бурак, относись уважительнее к маме. Пускай она будет уважительнее к ослы, папа. Ты даже ее не знаешь. Я не позволю тебе говорить о ней таким образом. Я люблю ослы. И до сегодняшнего дня я бегал за ней. Она ни в чем не виновата. Она с самого начала говорила, что мы поступаем неправильно. Я ее переубедил. Бурак, ты сейчас не в себе, сынок. Ты не знаешь, что говоришь. Я прекрасно все знаю, мама. Я не хотел, чтобы вы об этом узнали так. Но чагла не прекращала строить свои грязные игры, поэтому я был вынужден. Теперь понятно? Мы говорим о такой прекрасной девушке, как чагла? Чагла и ее грязные игры? Кто поверит в этот бред? Да, ослы даже это терпела. Только потому, что она меня любит. Дизайн, благодаря которому она стала первой, и выигрыш, который она пожертвовала в фонд, чтобы выглядеть хорошей в ваших глазах, на самом деле принадлежат ослы. Она присвоила этот рисунок себе, лишь бы обидеть ее. Эльчин Ханун тоже об этом знает. Что бы ни было, я никогда не одобрю эти отношения. Они сию же секунду покинут этот дом. Мама, что ты делаешь? Они никуда не уйдут из этого дома. Ты думаешь, что если ты так будешь поступать, то я брошу ослы, что ли? В смысле? Ты и дальше будешь встречаться с этой девушкой, Бурак? Так? Всю льда хану. Даже если Бурак захочет видеть ослы, я не позволю этого. Я не знаю, за кого вы нас принимаете, но вы перешли все границы. Мы сейчас же уходим. Иди. Сельда, очень некрасиво получилось. Не должно было быть так. Бурак, Вы с этой девушкой поразвлекались, и хватит. Не тяни больше. Я влюблен в ослы, мама. Понятно? Люблю ее. Будет хорошо, если ты это примешь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мама. Прошу тебя, прости меня за все переживания, которые я доставила. Пожалуйста, прости меня. Молодец, Халиль. Столько всего случилось, а ты мне все время врал. Сильда, Ханум, я не смог вам рассказать. Послушайте, Буракбей и ослы Ханум любят друг друга. Если... Халиль, сейчас же. Не утруждайтесь. Я сам уволился. Госпожа Эмиль. Я прошу прощения от имени мамы. Меня отругали как никогда в жизни. Мне никогда еще не было так стыдно. Лучше бы я провалилась сквозь землю. Как вы не могли подумать об этом изначально? Чтобы вы не говорили, вы правы. Мы тоже не хотели, чтобы так получилось. Но, пожалуйста, поймите... Тут нечего понимать. Ваши отношения невозможны. После случившегося и говорить ни о чем. Пожалуйста, выйдите, чтобы мы собрались. И немедленно ушли. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Буракбей? Вот ключи от машины. Брат Халиль, что происходит? Я тоже увольняюсь, Бурак. Простите, если что-то было не так. Почему, брат Халиль? Или же мама что-то сказала? Значит, так суждено было, Буракбей. Вот и все. Это все из-за меня, да? Нет, так не пойдет. Это уже слишком. Я поговорю с мамой. Я с ней поговорю. Нет, Буракбей. Прошу. Если пропало доверие, считай, пропало и все остальное. Я после этого не смогу работать на вашу маму. И ей не будет спокойно. Из-за меня и ты пострадал, брат Халиль. Я сделал то, что считал правильным, Бурак. Спасибо. Я никогда не забуду этого. И ты прости меня за все. С Богом. Я никогда не смогу тебя благодарить. Не стоит. Брат Халиль, у меня к тебе будет еще одна просьба. Конечно. Не оставляй ослы и ее маму одних. Хотя бы на одну ночь отвези их в один из наших отелей. Я не думаю, что Эмиль Ханум на это согласится, Буракбей. Но я приглашу их ко мне домой. Я и так живу один. А я останусь у кого-нибудь из родственников. Хорошо. Можно. Так даже лучше. Я приду и там поговорю с ними. А в это время мне нужна твоя поддержка, брат Халиль. Я ни за что не отпущу ослы. Ее мама тоже должна это понять. Все наладится. Обязательно. Конечно. Спасибо, брат Халиль. Моя машина там. Если хочешь, отвези на ней. Нет необходимости. Я приехал на своей машине, Буракбей. Держи. Я предупрежу вас обо всем. Спасибо. Вы злитесь на маму, потому что она лгунья. А сами вы что делаете? Вы выставили меня дурой. Эда, так сложились обстоятельства. Как они могли так сложиться? Бурак всем соврал, что мы с ослой встречаемся, чтобы не спалиться перед чаглой. И эта ложь продлилась до сегодняшнего дня. А ослы оказывается хорошая актриса. Эда, ты права в том, что злишься на меня и на Бурака. Но ослы ни в чем не виновата. Ты неправильно поступаешь по отношению к ней. Брат, но ведь и она мне соврала. Эда, ослы была рядом с тобой в твои самые трудные дни. Она слушала твои проблемы, волновалась за тебя. Это для тебя ничего не значит? То, что она дорожит тобой. Ваша дружба настоящая. Поэтому не поступай так. Дорогая моя, хочешь что-нибудь перед отелем сделать? Любимый, мы можем заехать домой? Я не могу нигде найти паспорт. Наверное, я там забыла. Да, хорошо, без проблем. Что случилось? О чем переживаешь? Ты заметил, сегодня все были такие странные. Все об этом и думаю. Да, заметил. Точно что-то случилось. И они нам не говорят. Я не успокуюсь, пока не узнаю. Не волнуйся, я поговорю с вулканом. Мы узнаем все. Было бы хорошо. Давай, поехали. Одевайся. Возьми, пожалуйста. Конечно. Конечно. Шукран, ты знала о происходящем. Нет, Сельдахану. Я только недавно узнала. Я доверилась твоему слову. И вот что с нами случилось. Чтобы вы не говорили, Сельдахану, вы правы. Поверьте, я тоже расстроена. Ты тут не причем, Шукран. С вашего позволения. Да что с лицом, Чагла? Ты огорчаешься вместо того, чтобы радоваться? Получилось лучше, чем мы запланировали. По крайней мере, это ослы больше не сможет находиться в том доме. Конечно. Если Бурак позволит ему уйти. По-моему, ты преувеличиваешь Бурака в своих глазах. Ты думаешь, после всего случившегося семья Бурака будет его слушать? В таком случае он оставит свою семью. Кто? Бурак? Чагла, я думал, ты умная девушка. Бурак не сможет прожить даже три дня без помощи отца. Он сейчас будет выдавать себя гордым, но через три дня, когда у него прищемится хвост, он вернется домой. Он трус. Он трус, Чагла. Трус. Надеюсь, все будет так, как ты говоришь. Да прекрати уже расстраиваться. Ты затеняешь нашу победу. Я думал, что мы отпразднуем это, а ты что делаешь? Хорошо. Я в порядке. Давай оставим празднование на завтра. Проведу первый день со своим любимым братом и сестрой. Пусть мама не тревожится. Ведь она еще не знает о произошедшем. Ладно, пусть будет так. Ладно, пусть будет так. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Эмель-Ханом, куда вы едете? Я вас отвезу, куда хотите. Вы не знаете, куда ехать? Нет. Останемся в каком-нибудь отеле. Я даже не подумала об этом. Эмель-Ханом, так не пойдет. Послушайте, Эмель-Ханом, мой дом свободен. Я живу один. Вы можете остаться у меня сколько захотите, а я останусь у родственников. Так нельзя. Эмель, ну почему нельзя? Я бы предложила вам переехать к нам, но ты знаешь, что у нас творится дома. Вам нельзя оставаться в отеле. Остановитесь сегодня у Халиля. А? А в ближайшее время мы вам подыщем жилье. Что скажешь? Хорошо, Халильбей. Осли. Я все улажу. Не волнуйся. Я тебе обещаю, ослы. Никому не хватит сил нас разлучить. Никому не хватит сил нас разлучить. Вот, что он кричит ей след. Ты только посмотри, в каком положении мы оказались, Нихад. Столько лет растила, обучала его, чтобы он из-за какой-то непонятной, чего из себя представляющей девушки, отвернулся от меня. Прекратися, Льда. Успокойся, прошу. Ты сильно преувеличиваешь. Преувеличиваю? Ты, кажется, не осознаешь, что происходит, Нихад. Я все прекрасно осознаю. Но ты не в состоянии рассмотреть ситуацию объективно. Ты не можешь действовать рационально. Если бы ты вела себя сдержанно, а не эмоционально, не принимала бы такие необдуманные решения. Ты выгнала их, мама. Будто бы они в чем-то виноваты. У тебя не было на это права. Ни ослы, ни ее мама не заслуживают такого отношения. А я заслуживаю твое отношение такое ко мне. Я лишь желаю тебе самого лучшего, достойного. Лучше относительно кого? Ты даже не знаешь, ослы. Тебя волнует лишь ее происхождение. Богатая она или нет? Тебя ни капли не волнует, добрая ли она? Чистая, воспитанная. Я про это говорю, мама. Хватит. Она ослепила тебя. Ты не видишь всю правду. Это ты ничего не видишь, мама. А тебя ослепило твое высокомерие. Твое высокомерие. Прекрати, Бурак. Что бы ни произошло, я не позволю тебе так разговаривать со своей мамой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты с самого начала все знал и молчал, обманул меня. Ничего он мне не сказал. В случившемся ты виноват так же, как и я. Не вмешивай меня, Чагла. Что теперь изменилось? Все услышали, все узнали. Что теперь будет? Тетя Сельдани за что им не позволит быть вместе. Два мира могут сойтись, но они нет никогда. Чагла, Бурак любит ослы, а ослы любят Бурака, поэтому не будь в этом так уверена. Мы и не такую любовь видели. В этом мире есть вещи поважнее любви. Если забрать у Бурака машину и кредитку, посмотрим, останется ли его любовь через три дня. А насчет ослы, будет ли она его любить, когда у него не останется ни гроша? Чагла, ослы не такая. Не путай ее с собой. Увидим. Какой же ты гнилой человек с черной душой. Ты знала об их отношениях. Как ты могла устроить такую гнилую игру? Только ты бы мне еще ничего не говорила. Поднимись в комнату и поплачь маме. Чагла, знай свое место. Вулкан, что случилось? Чагла, не расскажете, что происходит? Брат Бурака и ослы? Оказывается, что ослы, которую мы считали девушкой моего брата, девушка Бурака. Чагла заказала свадебный торт у ослы, просто чтобы она пришла на свадьбу. И чтобы Чагла могла опозорить ее перед всеми. Она сделала это с большим удовольствием. Ведь так ты сделал это с удовольствием? Чагла, это правда? Нет, конечно, мама. Эда преувеличивает. Преувеличиваю? Эда рассказала правду. Чагла решила таким образом отомстить Бураку за то, что он ее бросил. Поэтому при всех она заявила, что ослы девушка Вулкана. Надеюсь, что Бурак промолчит и ничего не предпримет. Но все вышло наоборот. Бурак заявил, что ослы его девушка. Ничего не понимаю. Я думал, что ослы девушка Вулкана. Чагла, ты выбрала именно этот день, чтобы отомстить Бураку. А я наивно радовалась, что ты взялась за организацию свадьбы. А оказывается, ты и нас втянула в свои игры. Жаль. Очень жаль. Прошу, Эмель-Хану. Проходите. Ослы, проходи, доченька. Не стесняйтесь. Чувствуете себя как дома. Спасибо, Халиль-Бей. И вас утрудили. Вы голодные? Приготовить вам чего-нибудь? И чай могу поставить? Нет. Нам сейчас не до еды. Хорошо. В холодильнике есть еда. Можете в любой момент поесть. Что хотите. Спасибо. Эмель-Ханун. Может, я лезу не в свое дело, но молодые любят друг друга. Прошу. Мы можем закрыть эту тему, Халиль-Бей. Но я свидетель. Ослы делала все, что в ее силах, чтобы избегать Бурак-Бея, но сердцу не прикажешь. Ладно, вы правы в том, что так отреагировали, но стоит поверить в их любовь. Халиль-Бей, давайте не напрягаться впустую. Хорошо. Завтра снова поговорим. А сейчас, с вашего позволения, я пойду. Мы вас очень утрудили. Мы лишили вас дома. Ничего страшного. Я поживу у родственника. Это неподалеку. Завтра снова загляну. Если вам что-то понадобится, не стесняйтесь. Звоните. Хорошо? Спасибо. Брат Халиль. Спасибо. Не за что, ослы. Слушаю, Бурак. Брат Халиль, как у вас там дела? Я привез их ко мне домой и вышел. А что сделать мне? Когда приехать и поговорить с Эмель Ханун? Это будет сложно, Бурак. Она не позволила мне говорить. А тебе тем более. Пускай лучше пройдет немного времени. А... А ослы как? А ей как быть? Очень расстроена. Они остались без работы и дома. Самое ужасное то, что Эмель Ханун не разговаривает с ослой. Все из-за меня. Рано или поздно все бы об этом узнали. Что было, то прошло. По-моему, не стоит больше расстраиваться. Пускай пройдет немного времени, я поговорю с Эмель Ханун и уговорю ее. Ладно. Хорошо. Спасибо, брат Халиль. Пожалуйста. Мамочка, правда, прости, пожалуйста. Я не думала, что может все так закончиться. А как ты думала, что все закончится, Чегла? Я уже перестала тебя узнавать. Ты зациклилась на Бураке. А как мне не зацикливаться? Как Бурак изменил мне с дочерью их поварихи? Эта девушка заслуживает все, что я сделала. Даже то, что ты украла ее дизайн, теперь я начинаю лучше понимать. Ты даже об этом мне соврала. Меня очень обижает то, что твоя злость оказалась важнее для тебя, чем я. Все могло обернуться еще хуже. И это бы разрушило нашу свадьбу. Мама, я знаю. Прошу прощения. Я уже говорила, что не могла представить, что так произойдет. Но со мной поступили несправедливо. Мне изменили, меня обманули. Я не могла спустить им это с рук. Прости, что разочаровала тебя. Мне жаль. Но я тоже очень сильно расстроена. Эта девушка разрушила мои отношения с Бураком. И мое будущее. Она украла то, что принадлежит мне. Судя по тому, что ты осмелилась делать такое, Бурак никогда не принадлежал тебе. Хотя бы ты мне мог сказать об этом. Вы даже меня обманули. Папа, я же тебе все объяснил, что все произошло из-за Бурака. Пожалуйста, не надо все скидывать на меня. Я тоже устал покрывать его. Ты мог быть честным по отношению ко мне. У меня и так много проблем. Есть то, о чем я не знаю? Да. Твоя мама выкупила акции бывшего мужа Ильчин. Что? Эта женщина делает все, что в ее силах. Она хочет огорчить нас. Только представь, как сильно расстроится и разозлится Ильчин. Когда узнает об этом, твоя мама теперь партнер Ильчин. Папа, я уже не представляю, что может случиться. Что ты собираешься делать? Я не могу сейчас рассказать об этом, Ильчин. Я не хочу, чтобы наш медовый месяц испортился. Скорее всего, после медового месяца мы поговорим с твоим дядей и что-нибудь придумаем. Сейчас мне в голову ничего не приходит. Папа, если ты хочешь, я поговорю с дядей. Может, он найдет решение до вашего приезда? Хорошо. Дорогой, я нашла паспорт. Может, пойдем? Отлично. Мама, вы ведь не поедете вот так вот. Вас не будет несколько дней. Давайте не будем прощаться обиженными. По-моему, так будет только лучше. Может быть, в наше отсутствие вы задумаетесь о своих поступках и извлечете из этого урок. Пойдем. Нихат. Твое спокойствие сводит меня с ума. И что я должен делать? В смысле, что должен? Хотя бы забери у нее грант на обучение. Пусть они не учатся вместе. Не говори глупости, Сесельда. Мы помогаем людям, делаем добро. Не стоит смешивать это дело с сердечными делами нашего сына, хорошо? Тогда пусть Бурак не учится в этом университете. Сделай что-нибудь. Если мы их разъединим, их любовь будет только крепнуть. А потом, когда мы скажем нет Бураку, он пойдет и назло нам женится на ней. Упаси Господи, но я никогда не допущу этого. Сесельда. Подобно уже было в прошлом с Синаном. Когда мы говорили ему нет, он не мог видеть, что Башак ему не подходит. Башак всегда была в роли жертвы. После свадьбы, когда мы перестали что-либо говорить, он понял, какая на самом деле Башак. Ты ведь помнишь это, верно? А что мы тогда будем делать? Они продолжат встречаться. Ниха, эта девушка не подходит моему сыну. Она не сможет сделать его счастливым. Все, что кажется невозможным, все, что запретно, еще больше привлекает людей. Особенно в таком возрасте. Если будем так поступать, то только сблизим Бурака с ослы. А ослы окажутся в роли жертвы. И Бурак, помимо любви, будет испытывать к ней еще и жалость. Что будем делать мы, Нихад? Ладно. Заблокируй все карты и счета Бурака. Посмотрим, сколько продлится эта любовь, когда у Бурака не будет ни гроша в кармане. Это и есть твое решение? Ослы выросла в бедной семье. Такое их не разлючит. Я придумал совсем другое решение. Прошу, оставь это дело мне, хорошо? И не говори с Бураком. Хорошо, Нихад, хорошо. Сельда, я уже устал. Достаточно стресса на сегодня. Хорошо, Нихад, я молчу. Отдыхай. Спокойной ночи. Алло, Наджми. Как обстоят дела? Продолжаю следить. По вашему указанию, Нихадбей. Где они сейчас? Они дома у водителя Сельдыханум Халильбея. Хорошо, продолжай следить. Если они куда-то поедут, дай мне знать. Особенно ослы. Конечно, Нихадбей. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ничего не удыхало Сижу на твоей кровати Это и ночью я буду спать дыша тобой Не расстраивайся ни в коем случае Я тебя очень люблю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сама Бурак, что ты тут делаешь? Сюда тоже нельзя приходить, мама, да? Я правда перестала узнавать своего сына Правда не узнаю Ты посмотри на себя А что со мной не так? Разве это стоит той двухдневной девушке? В доме не осталось покоя Мой покой ушел вместе с ослой Ха! Смотри, что ты делаешь ради этих охотников за деньгами Мне жаль, Бурак Если ты продолжишь оскорблять ослы, мама, я уйду из дома Бурак, я твоя мать Разговаривай со мной уважительно А ты говори уважительно об ослы Бурак? Нет Мы так ничего с тобой не решим Потому что тебе плевать, что я чувствую Тебе все равно, счастлив я или несчастлив Бурак 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 Ниха Бурак вышел из дома злым Сделай что-нибудь Что ты сделала, Сельда? Ничего Я просто хотела поговорить, чтобы он пришел в себя Но он не дает мне сказать ни слова об ослы Сельда Зря я тебе что-то объясняю Все, что говорю, в одно ухо влетает А с другого вылетает Ты так только приблизишь его к ослы Продолжай, молодец Продолжай, в том же духе Я тебе разве не говорил Оставить это дело мне? А? М? Говорил же? У меня сдали нервы, когда я увидела его расстроенным в подсобке Он чуть не плачет из-за нее Сельда Я тоже считаю, что ослы неподходящая девушка для Бурака Но нужно быть слепым, чтобы не видеть, как он изменился Парень влюбился в нее Ничего не поделаешь Мой сын не может любить такую девушку Если ты продолжишь так себя вести То он будет еще больше любить Я боюсь, что они сделают что-то сумасшедшее У меня такое ощущение, что я проживу то же самое, что и с Синаном Нет уж Они ведь не осмелятся на такую Я не позволю Я не позволю этому Надеюсь, Сельда Надеюсь, что так и будет Я тебе говорю в последний раз Прошу, не разговаривай с Бураком Хорошо? Хорошо Хорошо Эмиль Хану? А? Доброе утро Доброе утро Я вас не беспокою? Нет Я принес кое-что на завтрак Спасибо большое Не нужно было утруждаться Да не за что А как вам спалось? А как вы думаете после всего случившегося? Хлеб только из печки Поешься, пока он горячий А как ослы? Не знаю Я с ней не разговариваю Эмиль Хану Вы поступаете неправильно Как по отношению к ослы Так и к себе Разве мама может обижаться на дочь? Ради бога Об этом ей нужно было задуматься раньше Халиль Бей Я столько лет жила с честью и гордостью Мы стали ничтожными в глазах людей Которые дали нам кров Выгнали Хуже некуда Моя гордость и честь сейчас под ногами Халиль Бей Я вырастила ослы с большими сложностями Но все равно не отступилась от своих ценностей Да, было трудно Но я не сдавалась До вчерашнего дня Моя дочь поступила со мной так Как никто не поступал Если бы мой Амир был жив Он бы никогда не позволил этому случиться Я уверена Что он сейчас в гробу переворачивается Мама, как ты можешь такое говорить? Потому что я так чувствую, ослы Оставлю вас наедине До сегодняшнего дня Я не делала ничего, чтобы стыдила тебя или папу Я всего лишь влюбилась Влюбилась, ослы? Влюбилась? Как сильно влюбилась? Так, что перешагнула через мать Мама, что ты такое говоришь? Ты единственный человек, ради которого я никогда не изменюсь По-моему, ты уже давно изменилась, ослы Если бы этого не было, вчерашние события не произошли бы Ослы, я тебе столько раз говорила Но ты меня не послушала Ты лгала, глядя мне прямо в глаза Ты так дорожишь мною? Но, мама Никаких но! Бог свидетель, сколько испытаний я пережила Воспитывая тебя до такого возраста Я думала, что ты осознаешь это Но ты даже не задумываешься Ты ведь говоришь, что не хочешь, чтобы я расстраивалась Раз так Тебе нужно принять решение Либо любовь Либо я Мама, умоляю, не заставляй Меня делать этот выбор, я умоляю Ослы Это мое последнее тебе слово Либо ты откажешься от любви Либо если выберешь Бурака Ты больше меня не увидишь Либо ты больше Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»